Всем доброго времени суток, с вами Элист Роуз, Мироновый Клуб Романтики в Легенду Ивы. У нас сегодня восьмая серия. Немножечко нервничаю, это у нас, соответственно, мы пришли в деревню, откуда нас отец отдал, скажем так, на обучение в гейш. Кадзу нас проводил, и я так понимаю, ушел. А мы сказали папе привет. Это пока все, что произошло. Ладно, серия восьмая. Мэй дважды предлагает проводить, но оба раза она отказывается. Ты знаешь, неудивительно. И Чиро. Ива склонилась и спит, и кажется мне, соловей на ветке, это ее душа. Ой, я же не знаю, как наш папа вообще на это реагирует. Днем Китсуне посетила несколько чайных домов. Кое-как договорившись о выступлениях гейш своего Акия, теперь возвращалась домой. Было уже недалеко. Женщина знала, что за последним поворотом увидит стражника, тщетно дожидавшегося появления Мэй. Еще один торчит на другом конце улицы. Неужто всерьез надеются ее поймать? А, это, видимо, параллельно происходит. Я поняла. Госпожа кину ее. Она обернулась, почтительно склонившись, ответила, не поднимая глаз. Господин, доброго вечера. И вам. Человек, стоявший в тени дерева, не приближался. Я не задержу вас надолго. Мне необходимо получить ответ. Чем же я могу помочь? Ваша воспитанница Мэй, куда она могла пойти? Сделав шаг назад, Кину ее произнесла, выделяя первое слово. Стража уже интересовалась этим. Я рассказала все, что знала. Она понимала, сердить ложью таких господ глупо, но выдавать Мэй не желала. Боюсь, вы зря тратите время, не представляя, где она сейчас может быть. Мужчина не отступал. Вы видели ее после? Ох, я бы не посмела укрывать ее. Родня у нее есть? Да, кажется, сумику знала, из какой деревни привезли Мэй, а я... Столько лет прошло. В моей школе было много девушек, и до появления Мэй, и после. Незнакомец хищно прищурился. Госпожа Хиною, мне известно, что именно вы когда-то нашли ее. Вы скажете, в какой деревне? Ах, блин, ты посмотри, какой хитрый засранец. И Чиро Насамура вглядывался в красивую девушку. Аккуратные, ухоженные руки, гладкая и без единого изъяна кожи, изящная осанка, незнакомые черты лица. В ней ничего не выдавала ту непоседливую девочку, которая когда-то играла в этом дворе. В дворе почти ничего. Глаза, я помню твои глаза. Ну, хоть так узнал. Проходи скорее, холода... Холода в дом, напустим. Моя глядела знакомую и одновременно совершенно чужую комнату. Как странно, место когда-то, бывшее для меня домом. А чувствую я себя в гостях? Ты, наверное, голодна с дороги? Почему одна? Как добралась? Не переживай, все в порядке. Внутренний голос иронично добавил. Лучше представить нельзя. Сделав улыбку, Мэй совсем естественной. Искренне обрадованной встречей с дочерью, кузнец задавал вопросы, суетливо накладывая на стол немудренную еду. Вначале девушка принялась рассказывать о жизни его Кия, но нить повествования неумолимо приближала ее ко дню дебюта в Золотом лесу. Нужно переходить к тому, ради чего решила вернуться сюда. Она мысленно собралась. Я здесь ненадолго и не только, чтобы навестить тебя. Расскажи о моей матери. Правду, мне это стало очень важно. Удивление просьба не вызвала, он лишь посмурнел. Я всегда боялся, что рано или поздно придется. Отец? Видишь ли, Мэй? Накамура тяжело вздохнул. Я не знал ее. Мэй понадобилось несколько ударов в сердце, чтобы сказать. Я хочу узнать все. Он покивал головой. Конечно, конечно, да, да. Так, ну? Хоть как она выглядит, мне интересно. Молодой Ичира Накамура возвращался с ярмарки, куда возил свои вещи. Жены еще не появилось. Мать забрал голод. Отец начал пить и забросив дела, помер прошлой зимой. Поэтому никто не ждал кузнеца домой. До родной деревни оставалось недалеко, когда лошадь, тревожно фыркнув, потянула носом в сторону реки. Чего там? Он осмотрелся, прислушался. Тихо. А, напоить тебя сейчас. Ичира взял ведро, чуть не поскользнувшись на мокрой земле, спустился к берегу. Зачерпнул воды, хмуро взглянул на осеннее небо в зеркале реки. И с плеском выронил ведро из рук. Что это? О, это, наверное, наша мать. Нет, что... А, блин, я думала, я вижу, как наша мать выглядит. Мимо медленно плыл деревянный кусок, большой кусок древесной коры. А на нем лежал закутанный в пестую ткань младенец. Ах, вот как я у него появилась. Ах, блин, ну это обидно. А я-то думала, там какая-то история любви неземной. О, кузнец с кинолобой выбросился в воду. Резко выбрасывая руки, рассыпая в вееробрызг, он сильный быстрый греб. Замедлился, только приблизившись. Поднятая волна могла перевернуть ненадежный плотик. Большие внимательные глаза совершенно невозмутимо следили за ним. Не чувствуя холода, неся малыша перед собой, мужчина подбежал к телеге. Что же это? Как так? Ты же замерз совсем. И Чиро посмотрел внимательнее. Девочка. Грубая рука кузнеца попробовала коснуться маленького носика. Малышка тут же пошевелилась, добиваясь того, чтобы на лицо упал край ткани. Как хочешь. И он ее в итоге забрал, ясно. То есть наша мать просто нас пустила по реке. Зашибись новости в итоге, да? Уложив свою находку и укрыв накидкой, Чиро вернулся за обувью. Я так надеялась ее увидеть. Но мы ее, конечно, увидим, я думаю. А ведрея не думал. То уже... То уже качалась на легкой волне ниже по течению. Огляделся. Никого. Эгей! Тишина. Откуда же ты взялась, дитё? И странное такое. Не ревешь, молчишь. Немая? Неужели из-за этого оставили? Я только что, видимо, обращенная лисичка. Поэтому тишина такая. Насквозь мокрый, уверенный, что неизбежно простудился, мужчина запрыгнул в телегус и схватил поводья. Но! Лошади передалось волнение хозяина. Она, словно поняв ответственность, послужно затрусила по дороге. Кузнец обернулся, проверил, не слишком ли болтает ребенка. Чудом ведь не утонуло. Кто же тебя на реке-то бросил? Хоть и девочка, но как-то уж выкинуть совсем нехорошо. Быстро начала портиться погода. Небо заволокли тяжелые черные тучи. Чувствовалось приближение бури. Вокруг стремительно темнело. Кузнец поджал губы, подгоняя кобылку. Та торопилась, как могла. Низко над землей пронесся по зимнему холодный порыв ветра. И тут же раздался жуткий, раздирающий тишину детский крик. Переходящий в кошмарный, полный боли и отчаянный вой, а затем несчастный плач. Чего такое? Это когда я силу типа обрела? А-а-а, ну да, это же типа супер больно. Вот почему я этого не помню, совсем малышкой была. Кузнец испуганно обернулся. Ничего не заметив, кроме тонких дрожащих... Тонких дорожек, откатившихся по лицу малышки слез проговорил. Это просто ветер, холодный. Дождь будет или первый снег. Скоро до дома доберемся. Накормлю тебя, согреемся. Все будет хорошо. Клевая у нас мать, конечно. Вот так мы с тобой встретились, Мэй. Она сплела пальцы, чтобы скрыть дрожание рук. Я не твоя дочь. Я воспитывал и любил тебя как родную. Девушка поклонилась. После недолгого молчания заглянула кузнецу в глаза. Ты больше ничего необычного тогда не запомнил? Ух, все было чудным. Все чудным было и нет. К ночи собаки раскулились по всей округе. Почти никто уснуть не сумел. Кто засыпал, там устные дурные привиделись. Потом разом все прошло. Не помню, что бы еще тогда... Не помню еще, когда так случалось. То есть в ночь, когда он меня принес, я так понимаю, выли собаки, никто не смог уснуть, а кто засыпал, видел кошмарики. Не по себе мне было. Решил вернуться туда, где подобрал тебя на следующий день. Хотел найти хоть какие-то следы. Мне казалось, что кусок коры с ребенком не могли опустить в воду слишком далеко. И что ты нашел? Дерево, старую иву. На другом берегу, выше по течению. Под ней лежала мертвая лиса. Так наша мать вообще мертва и теть твою. Ну все, мне не нравится вся эта история. Лиса? Да, не исхудавшая, без ран. Я собрал побольше веток, и я сжег ее. Прах развеял над рекой. Заметно смешавшись, он добавил. Пролезть столько сказок. Первое время я следил за тобой внимательно, приглядывался, но ты росла обычной девочкой. Стал думать все это глупости. А теперь ты так неожиданно вернулась. Что-то случилось? Лучше ему не знать. Я не могу объяснить, прости. Ты все равно не сможешь помочь. В комнате повисла тишина, затем девушка спросила. Проводишь меня к тому месту, где видела лису? Да. Я бывала там еще не раз. Все эти годы Ива стоит без листвы, словно бы высохшая. Но не гниет, не падает. Ни живое дерево, и ни мертвое. Ты рассказал об этом еще кому-нибудь? Нет, умеющие молчать живут спокойнее и дольше. Умный мужчина. Он глянул в окно. Уже поздно, пора спать, а дело лежат там же, где и прежде. Сходим завтра. Спасибо. Блин, то есть наша мать умерла непонятно почему. Потому что... Ну, то есть, что случилось, неясно. Потому что она просто легла и умерла. И она нас, видимо, спасала. Что с тем с деревом, ну, вообще непонятно, честно говоря. Ну, тогда ладно, я не так уж излюсь на свою мать теперь. Шорохи и поскрипывания старого дома долго мешали забыться. Мэй крутилась, беспокойно переворачиваясь с боку на бок. Хоровод мыслей снова и снова возвращал ее к словам кузнеца. Нес дальше к саванну Сумико и чудовищу Вакия. Девушка то бежала с каццу по лесу в мокрых носках, и ветки кололи ей ноги. То кружилась в танцы, подбрасывая веер, превращающийся в сполох пламени, поджигающий... Поджигающий дом. Кошмарики. Ну, ясно. Утром Мэй поднялась невыспавшаяся и умылась. Ну все, волосяшки в хвостик и пошли. Давно, кстати, пора было сменить прическу уже. Поставила... заставила себя позавтракать. Так, деревня стала беднее. По пути сюда я видела много нищих, убогость и упадок. Может, дело в этом дереве? Представляешь? Оно все это время стоит неживое и мертвое. Может, все это время его поддерживала наша мать, поэтому в этой деревне все было хорошо? Звучит, как логичная мысль. Что происходит в провинции? Дела здесь заметно хуже, чем на севере. О, налоги растут, разбойники по дорогам валандуются, грабят обозы, оттого и цены поднимаются. Говорят, что Сегун, командующий всеми войсками Эперии, мог бы навести порядок. Северная провинция его родная все знают, и ты подметила, что там лучше. А на деле он махнул рукой. Что? Еды и денег меньше, податей больше, тракты опаснее. Зато в самой столице, по слухам, все хорошо. Иное было бы удивительно. Власть Сегуна и тут действует. Сегуна. Может быть, не надо отчаиваться? Время покажет. Ну, то есть, совсем не занимается, он мог бы реально разрешить проблему с разбойниками, но ему вообще плевать. Просто плевать с глубокой колокольни. Я правильно понимаю? Лошади у Ищира давно уже не было, поэтому пришлось идти пешком. Годы разлуки, конечно, давали о себе знать. Мэй плохо помнила, каким отец был прежде, да и он видел перед собой совсем не ту девочку, которую отдал на обучение в школу гейш. Они уже ничего друг о друге не знали, но постарались вести себя естественно. Помнишь нашего соседа? Кузнец рассказывал что-то о жителях их деревни, однако разговор не давался, вяз, обрывался. Ну да, как-то неловко после стольких лет. Всю дорогу Китсуне думала о том, чего ожидается, чем идет Киви. Я ведь не рассчитываю, что, оказавшись там, пойму о себе нечто новое. Нет, она... Он не... Но не побывать там, где она, не поклониться той земле я не могу. Почему так давит внутри, и трудно дышать? Я ведь не помню ее совсем. Может быть, именно поэтому? Вот и добрались, это та самая. Кузнец указал место. Тонкие ветви покачивались, склонившись над водой. Риса лежала здесь. Мэй молча обошла Иву. С ближайшей к реке стороны на стволе отсутствовала часть коры. Гладкое, светло-серое пятно напоминало шрам. Примерно такого размера был кусок, на котором ты плыла. Дерево ничуть не изменилось. Странными делами ты, Мэй, интересуешься. Можно я тут... Да? Побуду... Сама. Мм, хорошо, жду у дороги. Оставшись одна, Мэй опустилась на колени и закрыла глаза. Мягкое, нежное, самое ласковое касание, чувство защищенности кого-то сильного рядом, теплый родной запах. Она не знала, вспоминает ли или просто изо всех сил хочет представить, как это было. Было то, что у нее отняли, чего лишили. Кицуне прижалась к дереву, царапая щеку. Прошептала простое слово, которым никогда никому не обращалась. Слово, которое тысячи раз произносили другие дети. Мама. Тонкие пальцы беспорядочно перебирали траву, трещинки коры, сжимались в кулаки и вновь скользили, будто ища что-то, кого-то. Девушка сама не заметила, как, свернувшись калачком у корней ивы, страшно, еле слышно завыла. Необычное дерево, как могло, укрыло ее от холодного ветра. Не было ни слез, ни всхлипов. Мэй лежала на стылой земле сквозь тонкие ветви, глядя на плывущие в небе облака. Говорят, боль со временем проходит. Может быть, к ней привыкают и лишь учатся не замечать? Ой, что-то какая-то такая эмоциональная серия. Постепенно взяв себя в руки, девушка поднялась и умылась в реке. От кого ты спрятала меня в людском теле? Что с тобой произошло? Почему умерла? Почему здесь? Кто положил меня на кору и отпустил на воду? Ты? Зачем? Последний раз, обернувшись на Иву, Мэй приблизилась к кузнецу, ожидавшему в стороне. Нельзя оставаться и подвергать его опасности. Но надо поступать, как решила. Поеду дальше в город, поеду дальше. В городе попробовать договориться с каким-нибудь Окея. В конце концов, у меня есть деньги. Они много решают. Я ухожу. Сейчас? Да, мне нужно в постоялый двор, на тракт. Это в другую сторону. Я провожу. Ты не успеешь вернуться засветло, не стоит. Но ты одна, девушка. Сюда же я добралась. Уверена, что бы ни произошло, можешь жить у меня. Не могу. К сожалению, не могу, потому что иначе порешают и его тоже. Хотя у меня есть подозрение, что ему все равно не жить, честно говоря. Он с сомнением качнул головой. Кошлянул. Есть еще кое-что. Вчера не нашел, как объяснить. В общем, вот возьми. И Чиро протянул руку, на ладони лежал медальон. Это было на ней или это было на лисе? Очень дорогая вещь. Рассматривая украшения, она заметила гравировку. Здесь мое имя или ее. Да, это было с тобой. Дома увидел, как раскутал. Отдать раньше никак не мог. Украли бы или потеряла. А почему ты его не продал? На Камуру вздохнул и твердо посмотрел ей в глаза. Не решился. Откуда у простого кузнеца подобные украшения? Боялся, что обвинят в воровстве или просто отнимут. Видимо, его надели на меня как оплата, чтобы о ребенке позаботились. И ты заботился. О, но только он как бы реально, как бы он его продал? То есть это очень нелогично было. Могли его отправить просто его со свертком денег хотя бы. Он не отвел взгляд. А потом отдал мне госпожа Кинуё, получив от нее горсть монет. Не попытавшись выручить денег за медальон, тебе там было лучше. Девушка вскинула бровь. Уверен? Да, я вижу, как ты сейчас выглядишь. Здорово и красиво выросла сильной. Ее тон стал ледяным. Ты отдал меня незнакомым людям. Если бы не получилось учиться, мне пришлось бы развлекать мужчин телом. Так бывает с некоторыми никому не нужными девочками. Погляди на женщин в деревне. Хотела бы быть как они. Я решил и решил правильно. Мэй. Да. Я рад, что увидел тебя. Я тоже господин Накамура. Он вздрогнул, словно от удара, но спросил ровным голосом. Мы еще когда-нибудь встретимся? Не думаю. Не стал я его называть папой, это все как-то не по сюжету, честно говоря. Постоялый двор Старый Дрозд находился у дороги, соединяющей Южную и Северную провинцию, провинции, столицу и город, из которого Мэй недавно бежала с Кадзу. Вообще, знаете, что странно? Что больше всего меня сейчас в этой ситуации уничтожает. Мысль о том, что Мэй, помимо того, что идет с каким-то украшением, так у нее еще и просто. У нее повсюду драгоценности и деньги. Вот если нас ограбить, то это вообще, ну вот вы подумайте сами сейчас об этом. Мы просто набитая баблом женщина. У нас от Кадзу какой-то камень, от отца жерель, тоже с драгоценным камнем. Стоило войти внутрь, как в нос ударил запах чеснока и горелого рыбьего жира. Под закопченным потолком сонно летала большая муха. Сутулившись и пониже опустив голову, девушка проскользнула за столик. Сделав заказ, выведала у служанки, что направляющийся дальше на юг караван пройдет сегодня вечером или завтра утром. Купцы его уже дожидаются. Прекрасно, договориться с кузнецами не станет проблемой. Караван не пара телег, значит и охрана есть. Доеду, устроюсь как-нибудь. Так и не попробовав принесенный тофу, Мэй отложила палочки. Так, какие у меня варианты? Никаких. Колдунья я слабая. Причины смерти моей матери не знаю. Почему превратили меня в человека? Уверена, она это сама сделала. Допустим, потому что о лисенке неком никто бы точно не позаботился. Но, дорогой медальон, им можно было бы расплатиться с какой-нибудь семьей. Вместо этого плод из коры на реке. Госпожа Сумика, Йокай, притворяющийся стражником. Дело в том, что я вновь стала лисой. Правильная мысль крутилась. Девушка чувствовала, что вот-вот ее поймет. Не получалось. Отвлекало ощущение пристального взгляда. Мэй украдко огляделась. За мной кто-то следит? В основном мелкие торговцы заняты обсуждением цены пошлин. Тоже тому в углу тоже ни до чего нет дела. За полами шляпы леса не разглядеть. Но он, кажется, дремлет, кутая руки в складках одежды. Те двое ближе к выходу. Косятся именно сюда, на меня, шепчутся. Неприятные типы точно не крестьяне, иностранствующих монахов совсем не похоже. В общем, в зале со мной же ничего не произойдет вокруг народ. Первый из них подмигнул другу. Напряженка. Второй довольно ощерил гнилые зубы. Так, ребята, что это вы там задумали, а? Они поднялись и, обходя столики, двинулись к кицуне. Девушка опустила голову невольно напрягаясь, на пол легли две тени. Началось! Только бы не обернуться лесой прямо здесь. Куда путь держишь, госпожа? Место и тут опасное. Голоса были хриплыми и наглыми, заговоривший первым, к тому же сильно гнусавил за сломанного и плохо сросшегося носа. Опани, спросив дозволения, уселись напротив. От них разило дешевым саке, потом и злобой. Без охраны тут плохо. Особенно женщине. Особенно, если одна, одна и привлекательна. Точно! А за деньги мы тебя, госпожа, проводим, куда пожелаешь. На улице на лице выползли паскудные ухмылки. Как, а? Есть у тебя деньги? Девушка, сосредоточенная, отстраненно смотрела прямо перед собой. Главное не превратиться, главное не превратиться. Э, оглохла, тебе вопрос задали, вежливо. Медленно выдохнув, она тихо произнесла. У меня нет денег. Мы мазнули липкие, похотливые взгляды. Ну, это ничего, не беда, договоримся. Точно. Улыбки стали совсем дрянными. Люди вокруг отводили глаза, делая вид, что ничего не происходит. Они их так боятся, серьезно. Китсуне нашла взглядом хозяина старого дрозда, тот безразлично отвернулся. Понятно. Все плевать на нас хотели. Зашибись, зашибись, правильно? Местные бандюганы, чего уж к ним лезть, правильно? Прямо сейчас и договоримся. Не думаю. Так плевать нам, что ты думаешь. Они холодно, она холодно посмотрела на них. Некоторые выборы требуют высокого холода или страсти. Че, уставилась? Изобразить болезнь. Мэна тужина закашлялась. Не морщась, ничем себя не выдавая, девушка прикусила щеку. Поднесла рука в губам. Показала темное пятнышко на ткани, оставшейся от кровавой слюны. Я больна, еду лечиться. Хотите заразиться? Недужная, чахотная? Он в страхе отшатнулся. Ну ее! Можете рискнуть, вдруг мне недолго осталось. Снова глянула на них. Дрянь. Вместо ответа Мэй снова раскашлялась. Оба в спешке покинули зал, постояла у двора. Ну наконец-то, вы хоть смогли... Хорошо. Полегчало даже от этого. Мэй была убедительной, разборники поверили. Мэй с облегчением выдохнула. О, отвязались. Другие посетители поглядывали на нее, однако, похоже, никто ничего не понял, или, по крайней мере, сделал вид. Кажется, выгонять не собираются. Она попыталась поесть, аппетита совсем не было. Девушка отодвинула от себя плошку, и тут мужчина, сидевший в углу, поднялся. Сняв шляпу, он приблизился, подприветствовав легким наклоном головы. А раньше нельзя было, или что? М? Ты чего ждал? Пока они на меня набросятся прямо здесь, или что? Ронин, блин. Откуда он здесь? Госпожа. Здравствуй, господин. Отличное представление. Сделан ранний выбор, повлиял на отношения. А? Мужчина улыбнулся. Ты ловко избавилась от тех двоих. Она растерянно ответила. Спасибо. Не предполагал, что такое он гейш учит. Если закончила, Вонь кивнул на миску с Тофу. Мы можем поговорить? Эээ, ну да. Хорошо. Не здесь идем. То есть, а он бы, наверное, если бы я не смогла, то он бы меня защитил, я так понимаю. Как только они вышли на улицу, Ронин произнес. Моё имя Масум... Ма-са-му-ны-арай. Я искал тебя, лисица мои. В смысле? Да етить твой колотить, ну как обычно. Не, ну у меня пока все хорошо, в страсть я сильно не ухожу. Пока по всем показателям все нормально, можно тут вообще не волноваться, не переживать за счет показателей. Пока что все хорошо. То есть, я так понимаю, у нас в следующем обновлении выйдут две финальные серии этого сезона, первого. Но, к сожалению, не сейчас. Пока ждем. Очень интересно, что он там задумал и что он там от нас хочет. И почему он говорит, что мы лисицы, и что вообще ему, мать, ему надо. Пишите в комментариях свои предположения. Отдельное спасибо спонсорам канала. Мы с вами увидимся в других роликах. Всем хорошего настроения и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok